МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 29 октября 1910 года. В здании петербургского телеграфа небывалое столпотворение. Иностранные корреспонденты выстраиваются в очередь, чтобы передать на родину срочную сенсационную новость. Знаменитый русский писатель Лев Толстой ушел из дома. Он навсегда покинул Ясную Поляну, в которой прожил всю жизнь. Эта информация в тот же день уходит и по каналам английской разведки. К Льву Николаевичу Толстому у британских спецслужб был особый интерес. Впрочем, российская тайная полиция за жизнью писателя следила еще внимательно. Это было действительно событие из ряда вон выходящее. 82-летний граф Толстой ночью в сопровождении лечащего врача Маковицкого бежит из своего поместья. Бежит тайно, боясь, что проснется жена и остановит его. Этой ночью он снова слышал, как она проникла в его кабинет и рылась в бумагах. Женщина, с которой он прожил 48 лет, искала завещание, которое писатель составил не в ее пользу. Наследниками Толстого после его смерти значились два человека – дочь Александра и лучший друг Владимир Чертков. Об этой вопиющей несправедливости со стороны любимого мужа Софья Андреевна узнала три недели назад. С тех пор жизнь в Ясной Поляне стала невыносимой. Конфликт с супругой отравлял старому больному писателю жизнь. Неужели Великий Толстой бежал из своего поместья, чтобы скрыться от семейного скандала? Это была просто такая последняя капля в чаше. То есть жизнь в Ясной Поляне действительно стала кошмаром. Кто такой Владимир Чертков, в пользу которого он составил завещание? Владимир Дмитриевич Бонш-Бруевич, будущий секретарь Ленина, был сотрудником Черткова. И по каким причинам до последних минут жизни писателя за ним следила тайная полиция? В советские годы школьникам буквально внушали, что граф Толстой ушел из дома, чтобы слиться с народом. Ну, конечно, доля истины в этом есть. Толстой многие годы грезил мечтой о простой крестьянской жизни. Но здесь крайне важно понять, что писатель не просто ушел, он сбежал в спешке под покровом ночи. Какие же события предшествовали бегству русского гения? И куда он держал путь? Давайте разбираться в этой весьма запутанной истории вместе. Смотрите прямо сейчас. Что искали агенты царской охранки в усадьбе Льва Толстого? Обыск производился по всем правилам оперативного искусства. Жандармы перерыли в доме все вещи. Почему отлученная церковь писатель после своего побега из Ясной Поляны неожиданно оказывается в православном монастыре? Оптину пустынь выбрал совершенно не случайно. Кто такой лорд Редсток? Как он влиял на Толстого? И какое отношение он имел к английской разведке? В начале 20 века Лев Толстой – самый популярный человек в России. Его известность и влияние на людей различных сословий огромна. И это не пустые слова. Без упоминания имени Толстого в те годы не выходила ни одна газета. А потому после его бегства репортеры сразу отправляются за ним в погоню. Благодаря их профессиональному любопытству читатели ежедневно узнают, когда и в какой поезд сел Толстой, на какой станции сошел и даже что он ел на завтрак. По горячим следам писателя отправляются и агенты охранки. Для тайной полиции Толстой уже много лет. Объект номер один для слежки. Впервые охранка заинтересовалась Толстым в год отмены крепостного права. В 1861-м 33-летнего графа заподозрили в антигосударственной деятельности. А все потому, что для обучения крестьянских детей он пригласил в Ясную Поляну студентов, исключенных из Московского университета. Один из них состоял под надзором полиции за издание и распространение запрещенной литературы. За писателем немедленно устанавливают слежку. В Ясную Поляну отправляют агента, бывшего крестьянина Михаила Шипова. Графа Толстого в поместье он не застает. Зато восстановится завсегдатаем тульских трактиров, где ведет себя крайне неподобающе. Когда Шипов приехал в Москву, его арестовали. И начали требовать отчет о проделанной работе. Ну, так как сведений у него фактически никаких не было, он начал рассказывать всякие небылицы. О том, что у Толстого якобы в имении есть потайные двери, потайная лестница, есть спечатный станок, на котором он печатает запрещенные свои произведения. Несмотря на то, что показания горе-агента доверия не внушают, шеф жандармов Василий Долгоруков в согласии императора Александра Второго приказывает произвести у Толстого обыск на всякий случай. Два дня сыщики ищут в Ясной Поляне тайную типографию и запрещенную литературу. Жандармы перерыли в доме все вещи, сорвали полы в конюшне, с помощью рыбацкой сети пытались в пруду выловить печатный станок, о котором говорил Шипов. Но ничего там не нашли. Сыщикам повезло. Молодой, вспыльчивый хозяин Ясной Поляны был в отъезде и не видел учиненного там безобразия. Когда Толстой узнал про обыск, сразу же написал жалобу царю. Получив ее, Александр Второй распорядился, чтобы действия тайной полиции не имели для графа Толстого никаких последствий. Тридцать с лишним лет охранка не трогала писателя. Слежка за Толстым, причем самая пристальная, возобновилась после того, как в его жизни появился Владимир Чертков. Человек, в пользу которого писатель составил свое последнее завещание. Владимир Чертков – аристократ высшей пробы. Если Толстой всего-навсего лишь граф, то Чертков – князь. Его мать была настолько важной особой при дворе, что Александр Второй запросто, без охраны, приезжал в дом Чертковых. Более того, есть версии, что Владимир Чертков – внебрачный сын императора. Ну а что, действительно похож. В последние 30 лет жизни Толстого Чертков – самый близкий для него человек, сыгравший огромную роль в судьбе писателя. Современники говорили, что Лев Николаевич многим ему обязан. И своей всемирной славой, и появлением движения толстовцев, и даже своими, в конец, испорченными отношениями с женой. О том, что ее любимый Левочка ночью сбежал, Софья Андреевна узнает утром из его прощального письма. Прочитав всего несколько строк, она роняет письмо на пол и бежит топиться. Благодаря одному из крестьян удалось ее вытащить из пруда. Она отправляет на станцию Человека узнать, куда Толстой взял билеты. Тем временем Лев Николаевич и сопровождающий его доктор Маковицкий садятся в поезд, идущий в Козельск, и размышляют, куда же им отправиться дальше. Он, когда уходил, не знал точно, куда он едет. Он бы в идеале, может быть, поехал и жил бы с дочерью Таней в Кочетах. Толстому очень нравилось Кочетах, но это было близко к Ясной Полине, он понимал, что туда приедет Софья Андреевна очень быстро. Толстой едет в тесном прокуренном вагоне. Вопреки протестам доктора Маковицкого, писатель настоял на приобретении самых дешевых билетов, чтобы быть ближе к народу, и поплатился за это. Едва отъехав от станции, 82-летний гений бледнеет и начинает хватать ртом воздух. Какие-то четверть часа, проведенные на сквозняке, станут для Толстого роковыми. С этого момента жить ему останется всего 10 дней. Пассажиры поезда, которые сразу же узнали в высоком, бородатом старике великого Толстого, не замечают его плохого самочувствия. До Козельска Толстой едет, разговаривая с простыми людьми, которые буквально облепляют его со всех сторон. Каждому хочется побыть с Толстым рядом и задать свой вопрос. Как же этому человеку удалось стать тем, кем он стал? Философом и мыслителем, которому прислушивается весь мир. С самого детства Лев Толстой задавал себе вопрос. Кто я таков и кем могу быть? Ему исполнилось всего 19, когда он сформулировал и записал в дневнике правила жизни, которым следовал до конца своих дней. Многие годы Толстой создавал себя словно литературное произведение. Толстой постоянно ставил перед собой высокие идеалы. Старайся быть хорошим и старайся, чтобы никто не знал, что ты хорош. Старайся быть, сколько ты можешь полезен Отечеству. Ежедневная работа над собой – борьба с собственными страхами и искушениями. Толстой был чрезвычайно строг к себе, но и другим не давал спуску. Любил спорить и открыто выражал свое мнение, даже если оно никому не нравилось. Неустанный поиск истины приводит писателя к тому, что в 50 с лишним лет он вдруг неожиданно для всех превращается в совершенно другого человека. Он переживает духовный переворот, который делит его жизнь на до и после. Толстой до духовного переворота – это помещик, стяжатель, человек, который скупает земли в Самарской губернии, потому что они дешево, он понимает, что потом они будут стоить дорого, потому что это нетронутая целина. И у которого идеал – это большая семья, много детей, богатство, известность. И вдруг, начиная с начала 80-х годов, Толстой хочет от всего отказаться. Толстой называет чушью романы Анны Каренина и «Война и мир», отрекается от них. При этом именно работа над «Войной и миром» и привела его к такому решению. Он отдал роману все силы и шесть лет своей жизни. Когда Толстой опубликовал его в 1869 году, то почувствовал себя абсолютно опустошенным. И вот однажды на постоялом дворе в Арзамасе у него случилась паническая атака. Писатель вдруг ужасно испугался смерти. Он вдруг понимает, что он умрет, и зачем тогда все, если после смерти ничего нет. Для чего мне эти сочинения, эти имения вообще? Эти размышления привели Толстого к тому, что если есть какой-то смысл в этой жизни, то он не может прекращаться со смертью тела, что этот смысл надо искать в духовной плоскости. Именно с этого момента благополучной семейной жизни Толстого начинается разлад. Жена Софья Андреевна, родившая ему к тому моменту шестерых детей, не понимает, почему любимый муж начал стремительно отдаляться от нее. Толстой же в поисках истинного смысла жизни отправляется в лоно церкви. Он несколько раз ездит в один из самых известных мужских монастырей России – Оптину пустынь. Знаменитый оптинский старец отец Амвросии, причисленный после смерти к лику святых, Лев Толстой встречается с ним трижды. Сначала писатель радуется общению со старцем, а потом начинает с ним спорить и уличать в незнании святого писания. Когда Толстой последний раз выходит из кельи отца Амвросии, то даже уклоняется от его благословения. Старец тогда сказал прописателя – Горд никогда к нам не придет. Толстой верит в Бога. Просто в детстве его не научили жить в православной традиции, как всех остальных русских людей. Его дед по материнской линии, вероятнее всего, был масоном. А сам Лев Николаевич с юности увлекался трудами французского вольнодумца Руссо. Толстой, как ни пытался, не смог разумом постичь сути церковных таинств, а в чудеса верить отказывался. Он максималист. Если он не верит, то он не может не говорить, что он в это не верит. Он не может поступать против своей веры. На какое-то время Лев Николаевич прекращает писать художественные произведения и пишет только религиозные. В своих новых работах «Исповедь. В чем моя вера?», которые, конечно, не проходят цензуру, писатель нещадно критикует церковь, обвиняя ее в мировом обмане. До определенного момента, до романа «Воскресенье», ну, Толстой, конечно, очень много плохого написал о церкви, вот, а в романе «Воскресенье» он, конечно, просто прямо кощунствует. В России роман «Воскресенье» был опубликован без двух глав. А за рубежом, благодаря соратнику Толстого Владимиру Чердкову, полностью. Весь мир ждал реакции русской церкви и дождался. В феврале 1901 года Святейший Синод объявил Толстого персоной нон-грата в православном государстве до того момента, пока он не раскается в своих убеждениях. Спустя девять лет после отлучения от церкви, в октябре 1910 года, Лев Толстой бежит из родового имения и вечером того же дня приезжает не куда-нибудь, а в Оптину пустынь. Почему писатель местом первой остановки выбрал именно православный монастырь? До сих пор это самый загадочный и необъяснимый момент в его уходе. В ситуации вот такого раздрая душевного и духовного человек стремится туда, где у него был опыт любви, опыт понимания какого-то, опыт теплоты эмоциональной. В Оптиной пустыне знают о приезде Толстого, но они понимают, зачем к ним прибыл знаменитый отступник. О бегстве писателя из Ясной Поляны монастырской братьей на тот момент ничего не известно. Газеты сообщат об этом лишь на следующий день. В итоге позвать Толстого к больному старцу Иосифу никто не решается, а сам Лев Николаевич не осмеливается его беспокоить. К сожалению, Толстой не сумел сделать вот этот вот решительный шаг и первым пойти на контакт с оптинскими старцами. Из Оптиной пустыни Толстой едет в Шамардино к родной сестре Марии. В дороге беглец пишет письма всего двум людям. Именно они и только они указаны в его последнем завещании. Дочь Александра и лучший друг Владимир Чертков. Письма Толстой подписывает именем Т. Николаев. Подписывать письма вымышленными фамилиями Толстой начинает задолго до своего бегства. Для конспирации у него, по крайней мере, две причины. Во-первых, среди работников почты немало поклонников писателя. И письма с его автографом нередко пропадают. Ну, а во-вторых, вся переписка семьи Толстых в последние три десятилетия жизни Льва Николаевича вскрывается и прочитывается тайной полиции. О том, что его корреспонденция переиллюстрируется, Толстой знал. И знали члены его семьи. Как только Толстой начал критиковать церковь, а потом и государство, за ним устанавливается слежка. Казалось бы, какую опасность мог представлять писатель, чьи бунтарские труды можно просто не печатать. Но в том-то и дело, что запрещенными произведениями Толстого была наводнена вся Россия. И стоял за этим тот самый Владимир Чертков. Толстой однажды написал про своего друга. Если бы Черткова не было, его надо было бы придумать. Он был младше Льва Николаевича на 26 лет. Годился ему в сыновья. Но в отличие от родных сыновей, был всецело предан писателям. Если бунтарство Толстого можно объяснить увлечением Руссо, то князь Чертков с юных лет был последователем вот этого человека, которого знал лично. Английский лорд Ред Сток приезжает в Россию в 1874 году по приглашению матери Черткова. Он начинает проповедовать русской аристократии, по его словам, истинную веру, протестантство. Причем делает это так вдохновенно, что перед ним открываются двери в лучшие дома Петербурга. Проповеди Ред Стока воспринимаются высшей знатью, как что-то новое, модное. Но спустя четыре года стало ясно, что английский проповедник опасен для российской государственности. Ред Стока выдворяют из России. Навсегда. Можно ли назвать простым совпадением тот факт, что у Владимира Черткова были обширные связи именно на родине Ред Стока? Не где-нибудь, а в Лондоне предприимчивый Чертков открывает издательство, в котором на всех европейских языках печатают труды Толстого, в том числе запрещенные в России. Благодаря этому, кстати говоря, появилась такая всемирная слава Толстого, именно как нового мыслителя. Благодаря усилиям Черткова Толстого читают во всем мире. Людям приходится по душе его высокие устремления. Толстой предлагает запретить смертные казни, отказаться от насилия, призывает к всеобщей любви и простой крестьянской жизни. Его глубокие мысли, озвученные им самим, дошли до наших дней. Мы не имеем никакого права быть недовольными этой жизнью. Ведь нам кажется, что мы недовольны ей, что это значит только то, что мы имеем основания быть недовольными собою. Чертков относится к Толстому как к новому пророку. Он живет Толстым, копирует каждую написанную им строчку. И не собирается считаться семьей писателя, которая, по его мнению, не понимает гения и недостойна его. Он неприятный был, безусловно, человек. Он вторгался в семье. Он испортил жизнь Софьи Андреевне и, наверное, и Толстому в конце жизни. До появления Черткова именно Софья Андреевна занимается изданием книг Толстого. На этой незурядной, умной женщине держится вообще все. Хозяйство, дети, муж, за которым она ухаживала, как за ребенком. И вот Чертков, полностью замкнувший на себя писателя, начинает вероломно вторгаться в мир, который она создавала десятилетиями. Софья Андреевна чувствовала, что этот фанатично преданный мужу человек отнимает у нее любимого Левочку, хочет разрушить их семью. И она была права. Еще в 1885 году за 25 лет до бегства Толстого Чертков прямо советует писателю бросить семью, направить свою жизнь по новой линии, так как это когда-то сделал Христос. Именно Чертков организовывает движение толстовцев, которые буквально живут по заповедям Льва Николаевича. При этом самого писателя он осторожно, но верно начинает контролировать, пытаясь превратить его в своего ручного пророка. Сидели они за столом, он сказал, что когда он гуляет по лесу и молится, а он своими словами молился, то он иногда крестится по привычке. Ну, это нормально, да, перекрестить лоб, то, что называется. Чертков когда это услышал, говорит, как, Лев Николаевич? Он говорит, ну, ну вот так вот. Он говорит, Лев Николаевич, можно я запишу, что вы это делаете непроизвольно? И если вы вдруг это сделаете перед смертью, Толстой живой, вот сидит перед ним живой, что если вы это сделаете перед смертью случайно, то это будет непроизвольный жест ваш, а не сознательный. Софья Андреевна, которая Черткова ненавидит, добивается, чтобы он больше не появлялся в Ясной Поляне. В ответ он представляет Толстому двух секретарей, которые ежедневно докладывают о каждом шаге писателя. Один из них, Валентин Булгаков, позже напишет о Черткове самую злую книгу, которую назовет «Злой гений-гения». Так кем же был Владимир Чертков? Безудержным фанатиком, стремящимся обрести власть над тем, кого он провозгласил пророком? И что за связи у него были во враждебной для России Англии? О Черткове нужно писать отдельную книгу, и не знаю даже, кто за нее возьмется. Достоверно известно, что в издательстве у Черткова в свое время работал секретарь Ленина Владимир Бонч-Бруевич. Также князь дружил с Луначарским. Знал ли Лев Николаевич о связях своего друга с революционерами? Скорее всего, нет. Сам же Толстой был категорическим противником любых революций, считая, что насилие приведет к еще большему насилию. Поздно вечером, 29 октября 1910 года, на второй день своего бегства, Лев Толстой приезжает в Шамардино и сразу же отправляется к любимой сестре Марии Николаевне, игумене женского монастыря. Великий писатель долго плачет у нее на плече, рассказывая, что же вынудило его бежать из Ясной Поляны. Он старый был человек, и он был очень впечатлительный. Надо думать, что Толстой был такой, знаете, вот такой бронепоезд, вот, который вообще, значит, там, завесился бровями, идет, никого не видит. Он был очень сентиментален, он был очень впечатлительный, он плакал, вообще говоря, постоянно. Толстой твердо решает остаться в Шамардино рядом с сестрой. Но приезд его любимицы, дочери Александры, рушит его планы. Саша привозит для отца письма. Чертков пишет, что рад его уходу. Письмо жены Льва Николаевича пугает. Она умоляет его вернуться. Толстого мучает чудовищное чувство вины перед ней. Но возвратиться в Ясную Поляну он не может. Толстой бежит из Шамардино так же, как из Ясной Поляны. Ночью в спешке и в большом душевном волнении. Но куда же ему теперь податься? Может, за границу? И тут возникла проблема. У Льва Николаевича нет паспорта. Он давно отказался от него по идейным соображениям. Паспорт – государственная бумага. А Толстой считал любое государство инструментом насилия над человеком. Писатель предлагает своим попутчикам дочери Саше и доктору Маковицкому при переезде границы выдать его за слугу без вида на жительство. Но разве можно было Толстого, которого знали во всем мире, выдать за кого-то другого? А он думал, что за границей он спрячется от поклонников. Его бы там на границе встретили, на руках бы несли просто. Толстой принимает решение. Но как только писатель садится в поезд, выясняется, что у него высокая температура. Доктор Маковицкий диагностирует воспаление легких. Это вынуждает всех беглецов немедленно сойти на ближайшей станции. Вот одна из первых телеграмм, посланных со станции Остапова, жандармское отделение, была телеграмма сыщика, который следил за Толстым. Охранка следила за Львом Николаевичем до последних минут его жизни. Ведь Толстой, впрочем, как и Чертков, был самым настоящим государственным преступником. В России не было политического деятеля, на которого столько было бы заведено дел, сколько на Толстого. В российском государственном архиве хранятся 1180 дел, заведенных на графа Толстого. Но почему же его ни разу не подвергли аресту? Ответ очевиден. Толстого не трогали из-за его невероятной популярности. Арест всемирно известного писателя, мыслителя, а для многих и пророка, мог привести к народным волнениям. Власть русская, она Толстого очень терпела. Александр Третий повторял всегда одно и то же. Не делайте Толстого мучеником, а меня его палачом. При Александре Третьем не трогали и Владимира Черткова. За него постоянно ходатайствовала мать, приближенная к царской семье. Но, как только престол занял Николай II, князь Чертков тут же отправился в ссылку на 11 лет. Если, конечно, это можно назвать ссылкой. Черткова сослали в Англию. Это, конечно, ну, в общем, да, пустить лесу в курятник. За 13 лет до бегства из Ясной Поляны в феврале 1897 года Лев Николаевич приезжает в Санкт-Петербург, чтобы проводить своего ближайшего соратника в многолетнюю английскую ссылку. Вот фотография, сделанная на этой прощальной встрече. Никто из них не догадывается, что человек, который их фотографирует, агент охранки. Автор этого снимка – агент тайной полиции Владимир Кривош. Вскоре после высылки Черткова в Англию он был отправлен вслед за ним. Кривош регулярно докладывает начальству о каждом шаге Черткова, о том, что главный соратник Толстого основал колонию толстовцев в графстве Эссикс, общается с большевиками и продолжает руководить издательством. Кроме того, Кривош собирал материал и лично для себя. Позже, на основе собственных агентурных данных, он напишет пьесу под названием «Толстовцы» и в ней даст свою оценку князю Черткову. По мнению Кривоша, Чертков, цитирую, злоупотребляет именем Великого Толстого, наряду с гениальными произведениями которого печатает всякий мусор, свой и чужой. Владимир Кривош был не единственным агентом охранки, который почитал Толстого и не видел в нем государственного преступника. В 1885 году департамент тайной полиции отправляет в Ясную Поляну студента Федора Симона с целью узнать, есть ли все-таки в поместье подпольная типография. Вместе с писателем он помогал крестьянам косить траву, и он убедился, что в Ясной Поляне никакого печатного станка нет. После этого он перестал посылать агентурное сообщение в Петербург. О том, что Федор Симон был прислан шпионить за ним, Толстой знал через год из его покаянного письма. Спустя время в Ясную Поляну пожаловал еще один агент – Прокофий Кириллов. Пообщавшись с Толстым в течение нескольких недель, прочитав его религиозные произведения, он пришел и открыто признался писателю, кто он таков, а после уволился со службы. Это невероятная харизма была. Вот почти с первого взгляда. Просто понимал, что человека волнует больше всего. Любой государственный служащий, оказавший поддержку Толстому, рисковал своей карьерой и даже свободой. Осведомлен об этом был и начальник железнодорожной станции Остапова Рязанско-Уральской железной дороги Иван Азолин. И, тем не менее, 31 октября 1910 года, когда на его станции сошел тяжело больной Толстой, он, не мешкая, разместил его в своем доме. Начальник станции – это серьезное, очень должностное лицо. А Толстой – государственный преступник, а он принял его в себя дома. Умирающий в Остапове Толстой становится для местных властей настоящей головной болью. Рязанский губернатор хочет побыстрее убрать писателя со станции, пристроить в какую-нибудь больницу или отправить в Ясную Поляну. В епархии не понимают, можно ли и служить молебен о здравии Толстого. Остапова наводнено толпами российских репортеров, которых негде размещать. В итоге журналистам выделяют целый вагон. В точно таком же вагоне поселилась прибывшая почти в полном составе семья Толстого. Это кадры кинохроники. Софья Андреевна выходит из вагона, где живет всей семьей, и отправляется к дому Азолина, чтобы навестить умирающего мужа. Она заглядывает в окна, показывая кому-то, что пришла, и надеется, что ее пустят в дом. Из дверей выходит дочь Александра Львовна, сообщница отца и Владимира Чердкова, которые в этот самый момент находятся у постели Толстого. Дочь не пускает мать даже на порог. Возникает такая гипотеза, что отчасти Чердков не пустил к умирающему Толстому его жену, который, заметим, 48 лет вместе прожил. Мог не допустить, еще и потому, что, может быть, отчасти боялся, что как-то завещание изменится. Толстой давно отказался от собственности в пользу семьи, а также от авторских прав на книги, написанные до его духовного переворота. Поэтому завещание писателя казалось прав на произведение, которое он создал после 1881 года. Составлял и подписывал этот документ Лев Николаевич за три месяца до своего бегства при немногочисленных свидетелях в лесу, сидя на пне. Все было сделано для того, чтобы семья об этом не узнала, и в первую очередь Софья Андреевна об этом не узнала. Толстой пожелал, чтобы после его смерти написанные им труды не составляли ничьей собственности и могли безвозмездно издаваться и перепечатываться всеми, кто этого захочет. То есть свое наследие, права, на которое стоили миллионы, он отдал человечеству бесплатно. При этом распоряжаться его дневниками и рукописями должна была дочь Саша, а по сути – Чертков. Безусловно, завещание, которое написал Толстой, было инспирировано Чертковым. Он использовал Сашу в данном случае как инструмент давления на отца, он использовал ее как подставную фигуру. И когда Саша уже потом это поняла, она вступила в жуткий конфликт с Чертковым. Они разругались просто в пух и прав. Никакого материального интереса у Черткова не было. Преданный, гению, фанатик, видимо, хотел стать единственным его наследником. Чертков выиграл войну Софьи Андреевны, которая, узнав о завещании, буквально впала в безумие. Она не понимала, почему зарабатывать на произведениях мужа будут издательства, а не его семья. Софья Андреевна действительно считала, она имела на это право, что она жена гения, который имеет право после его смерти распоряжаться его наследием. За эксклюзивные права на то, чтобы издавать все его сочинения после смерти, зарубежные издатели Софьи Андреевне непосредственно предлагали 10 миллионов золотых рублей. Находясь на смертном адре, великий Толстой бредит именем жены. А когда к нему возвращается сознание, диктует формулу Бога, которую пытался вывести всю жизнь. Бог есть неограниченное все, у которого человек является ограниченной частью. Мыслитель, считавший, что главное в жизни – любовь, ушел из жизни в любви. Но всегда покидая Ясную Поляну, Толстой не уходил умирать. В его дневнике были замыслы еще двух романов. Успел бы он их написать, если бы и не сбежал? Неизвестно. Зато мы хорошо знаем, какое наследие нам оставил великий ученый. Причем огромный вклад в его сохранение и систематизацию внес преданный Толстому Владимир Чертков. После революции он издал юбилейное собрание сочинений, писем и дневников писателя, которое остается непревзойденным и по сей день. На первой странице первого тома этого собрания надпись на русском и французском. «Перепечатка безвозмездно разрешается всем». Именно так и хотел Толстой. Продолжение следует... Продолжение следует...